Сегодня сыграем в Лоскутное Королевство Истоки в режиме племен. Вот только поблагодарим издательство Стиль Жизни за то, что мы можем сделать это на понятном языке, и тут же откроем коробку. Как только мы открываем коробку, мы тут же достаем планшет пещеры. И вот эти места скоро займут очень важные кроманьонцы. Чтобы добраться до этих кроманьонцев, нам нужно убрать блокнот для подсчета очков и вот эту стопку кроманьонцев, да, мы достаем из коробки. И пока что вся эта стопочка кроманьонцев отдыхает у костра. И только четверо, вот этот охотник, вот эта повелительница огня, а также рыбачка и амазонка, готовы к тому, чтобы их позвали к себе в племя. За два любых ресурса. Достаем из коробки все ресурсы и вываливаем их рядом с коробкой. Также недалеко от коробки нужно расположить вот эти жетоны первобытного костра. Видишь, сколько ландшафтов нужно будет присоединить к нашему лоскутному королевству? Ну, а пока что возьмем только четыре и расположим в порядке возрастания одиннадцать, девятнадцать, тридцать четыре и сорок восемь. Переворачиваем каждый тайл и после этого размещаем вот здесь один кремень. Вот здесь одного мамонта, он прогуливается недалеко от вот этого озера. Здесь, кстати, в этом озере полно рыбы, и мамонт об этом хорошо знает. А вот здесь, да, здесь можно найти кремень. Вот такие участки можно будет присоединить к своему лоскутному королевству. Кто это будет делать? Сизережо. Так зовут четырех повелителей королевств. У каждого властелина есть вот такая стартовая площадка, на которой стоит стартовая палатка в цвет его набедренной повязки вождя. Пришло время узнать, кто из вождей начнет выбирать первым вот эти ландшафты. Итак, запускаем руку, выбираем Жо. Жо тут же должна принять решение. Она принимает решение, что выберет вот этот ландшафт. Следующий. Следующий у нас Си. Си говорит, я хочу вот этот ландшафт. Следующий вождь Ро выбирает вот этот. И да, вот там остался у нас Зе. Он выбирает вот этот ландшафт. И, кстати, не очень этому доволен. Чуть позже расскажу, почему. А теперь мы берем еще четыре вот таких ландшафта. И расположим их в порядке возрастания. Двенадцать, двадцать четыре, двадцать шесть и сорок шесть. Переворачиваем. О, вижу мамонты пасутся на этом лугу. И, кстати, кроме мамонтов больше никто не пришел. Но, тем не менее, вот один мамонт. Вот второй мамонт. Здесь у нас только первобытные костры. А здесь, посмотри, в джунглях два костра. И даже рядом с вот этим озером мы видим, кто-то зажег один первобытный костер. Жалко, что вот эти тотемы остаются лежать в коробке. Да, они в этом режиме не пригодятся. Первым присоединяет к своему лоскутному королевству вот такой ландшафт Ро. И ему решать, как это будет. Вот так, вот так или вот так. Но Ро решает вот таким образом присоединить. И тут же выбрать, ну, Ро говорит, ну, конечно же, я выбираю вот такой ландшафт с двумя мамонтами. Так, это у нас Жо. Жо, ну, решает вот так присоединить к своему королевству. И говорит, так, у меня есть мамонт, рыбы. Во, отлично. Я хочу вот такой ландшафт. Здесь хоть и нет рыбы, зато есть первобытный костер. Ну, а что касается Си, ему решать, как присоединить. Вот так или, может быть, вот так. Так, а что, если вот так, подумал Си и присоединил к своему королевству. Ну, а теперь ему нужны луга. Вот тебе и луга. Почему ему нужны луга? Да потому что вот здесь ведь есть лук с одним мамонтом, но совсем нет костров. А на этом ландшафте есть костер. И, наконец, вот, посмотри, почему расстроен Зе. Потому что, допустим, присоединит он вот так этот тайл. И нужно взять где там, вот он. Вот из этого кратера, этого и этого вытекает вот такой вот, видишь, тройной первобытный огонь. И насколько он двигается, да, всего лишь навсего на одну клетку. И сюда он передвигая. Да, конечно, здесь здорово. В этом карьере уже три первобытных огня. Но вот этот ресурс... Вот с таким звуком необычным исчезает в этом первобытном огне. Итак, Зе остается выбрать только вот такой ландшафт. Ну, что же, мы теперь сделаем следующее. Мы возьмем четыре ландшафта. И нужно расположить в порядке возрастания шесть, десять, двадцать один и тридцать один. Посмотрим, что это за ландшафты такие. Начнем с вот этого. Здесь у нас водится рыба. Здесь, в этом карьере, можно совершенно спокойно добыть кремень. Здесь тоже есть один кремень. И если подняться вот по этой лестнице, то отсюда хорошо виден мамонт. Вот он. А здесь, да, здесь хоть и не видна рыба, но рыбаки поговаривают на своем первобытном языке, что здесь есть рыба. Ну, что же, теперь Ро будет решать, куда присоединить вот этот ландшафт с двумя мамонтами. Так первобытные люди подзывали к себе вот таких мамонтов. И Ро располагает вот таким образом участок. Таким образом вот этот лук прилегает к стартовой площадке. И теперь Ро выбирает, ну, давай вот этот. Да, здесь, смотри, есть и лук, и каньон, он же карьер. Тут все нам подходит. Поэтому, знаешь, теперь, глядя на эти ресурсы, мы можем отправиться вот в эту пещеру. И за два ресурса взять себе любую, вот, либо повелительницу огня, либо рыбачку, либо амазонку, либо вот этого охотника, что они вместе с собой принесут в племя, расскажу чуть позже. Либо за четыре любых ресурса мы можем взять и выбрать отсюда, прям перевернуть и выбрать любого кроманьонца себе в племени. Потом придется перемешать. Ну, пока что мы этого делать не будем, потому что Ро, если вот сюда вот охотника разместит, нужно потратить два ресурса. Если два ресурса потратить, то придется сбросить вот этого мамонта, к примеру, и вот этот кремень. И для подсчета очков это уже не очень хорошо. Ладно, чуть позже мы обязательно дойдем до размещения охотников. А пока что си. Си, у тебя как тут? Вот так, наверное, да? Вот так тебя разместить? Конечно же так. Конечно же. Тут, смотри, вот этот лук уже будет приносить победные очки из-за этого первобытного костра. Да, ну, а что касается, давай все-таки, наверное, мне кажется, вот это неплохо было бы, да? Потому что нам необходим вот этот ресурс. Ну, и в конце концов первыми выбирать в следующем раунде неплохо было бы тайлы местности. Здесь присоединить можно каким образом? Ну, давай присоединим вот так, что ли? Или как, или вот так, что ли? Тут сложно сказать, как присоединить. Давай вот так присоединим. И посмотрим, что у нас есть. Смотри, джунгли у нас есть. Да. Ну, вот здесь я вижу, есть карьер и пустыня. Ну, и, наконец, Жо, как и хотела, вот так размещает джунгли к стартовой площадке. Ну, а здесь у нас озера продолжаются. И давай посмотрим, что тут ей выбирать. Ей выбирать-то не приходится. Ей поставить своего вождя вот на этот ландшафт. И тут же, тут же мы тянемся к следующим ландшафтам. 25, 28, 36 и 38. Это тайлы мы расположили в порядке возрастания. А теперь на них нужно расположить... Так, здесь ресурсов никаких. Здесь, посмотри, здесь будет один костер. Как, собственно, и здесь также один костер. Причем, видишь, на три лава польется, на три участка. А вот здесь мамонт и здесь мамонт. Но, имея в виду, если лава тронет хоть один вот такой компонент и расположится на этом месте, то ресурс, к сожалению, мы больше не увидим на поле. Ну, а теперь Си начинает располагать, присоединять вот этот ландшафт к своему королевству. Си видит уже вот в этих неглубоких водах рыбу. И как присоединить? Можно вот так присоединить, чтобы пустыня была рядом с пустыней. Можно вот так. А можно, можно присоединить вот так. Вот так. Ведь тоже можно. Раз, два, три, четыре, пять. Опять, вот так мы и расположим. И возьмем вот этот, да, вот этот ландшафт. И опять-таки первыми Си будет в следующем раунде ставить вот этот ландшафт к своему королевству. Зе. Зе, ну, карьер, вижу. Вот у тебя вот такой. Может быть, вот так карьер? Может быть, вот так? А может быть, вот так? Может быть, вот так все-таки, да? Да, давай вот так расположим. Сюда пойдет пустыня. И здесь у нас один кремень есть. Посмотрим. Так, джунгли, пустыня. Нам бы что-нибудь такое джунгли пустынное. Вот я вижу джунгли. И есть даже один ресурс. А вот что касается вот этих... Нет, пока что вулканы нам не нужны. Что касается рот, тут много-много-много ресурсов. И может быть, может быть, вот так? И... Так. Давай подумаем, как мы это будем делать. Тут ведь так, так все вот так, что ли? О, тоже хорошо. Давай попробуем так. Значит, что можно сделать сейчас после того, как мы присоединились? Сбросить, допустим, два ресурса. Что мы и сделаем? Мы сбрасываем вот эти вот два ресурса. Сбросили. И теперь... Ну что, 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 что? Можно ли сбрасывать одинаковых два ресурса? Посмотрим. Сейчас уточним. Нет, ни в коем случае нельзя два одинаковых. Только два разных ресурса нужно сбрасывать. Возвращаем вот эти два ресурса. И берем, скажем, вот этот ресурс. Ну, какой еще взять? Ну, возьмем вот этот ресурс. Смотри. Мамонт и кремень сбрасываем для того, чтобы взять вот этого охотника. И разместить его на любом участке, на котором нет деревянных ресурсов, нет изображения огня или фишки костра. Размещаем здесь. И теперь смотри. Видишь, какая инфографика? Наш охотник стоит в центре. И все восемь клеток вокруг него очень важны для охотника. По три очка принесет каждый мамонт вот в этой клетке. Смотри. Три и три. Уже шесть очков. Ро. Что ты будешь делать? Куда размещать? Ну, вот здесь. Да? Давай сюда. Ой, будем рисковать. Но зато есть мамонт. Но посмотрим, чем это аукнется Ро. Что будет делать Жо? Давай, смотри. Давай. Ресурсов, кстати, достаточно для того, чтобы разместить. Давай вот так разместим. Вот. Знаешь почему? Ай-яй-яй. Хотелось бы, конечно же, рыбачку. Рыбачку. Вот эту рыбачку хотелось бы, но для этого нужно взять и сбросить два ресурса. Раз, два. Два ресурса сбросили и взяли рыбачку. И понимаешь, понимаешь, понимаешь теперь, как сложно. Потому что не ту рыбу сбросил. Вот здесь была рыба. Вот здесь была рыба. Вот эту. Почему? Потому что здесь мы не можем расположить. Здесь, видишь, огонь. Здесь огонь. Здесь, здесь. В общем, а здесь еще и рыба лежит. Таким образом, вот если мы... Ну, давай еще раз тебе покажу, как было. Было вот так. Да? Вот так. И мы сбрасываем вот этот ресурс и вот этот. Сбросили и расположили рыбачку вот здесь. И теперь вот здесь восемь вокруг нее клеток очень важны будут для рыбачки. Потому что три очка за каждую рыбу принесет вот эта рыбачка. Здесь можно расположить эту рыбачку. Ну, а жжо. Остается только занять вот этот участок и посмотреть, что там. Что там за четыре участка? Вижу девять. Четыре. Во. Восемь вижу. И вот так выглядят участки по возрастанию. Здесь грибы. Грибов в джунглях. Посмотри, сколько. Посмотри, сколько мамонтов. Но начнем с грибов. Вот в этих джунглях водятся грибы. Здесь полно мамонтов. Мамонтовщина. А вот здесь вот один гриб. И вот здесь один гриб. А теперь Си. Теперь Си посмотрит, что будет делать. А, кстати говоря, нужно обновить вот эти... О, кстати, посмотри, какой воин громила с силой Три. А вот здесь у нас, о, повельнительница огня. Их аж две штуки здесь лежат в пещере. Ну, и теперь давай посмотрим на Си. Ему решать, что он будет делать. Си, ну, не отворачивайся от нас. Вот так. Давай посмотрим, где будет хорошо смотреться. Вот. Да вот здесь будет хорошо смотреться. Наверное, я думаю, так будет хорошо смотреться. Во всяком случае, вот эти озера вместе будут приносить победные очки. Жалко, что пока нет ресурсов. Ну, вот здесь Си сразу заберет два мамонта и присоединит вот сюда. Вот сюда, к этому, к этой лужайке, где будут пастись мамонты. Так, Жо берет вулкан и говорит, ну, хорошо, что вулкан... Здесь, видишь, чьи-то следы ведут к стартовому участку. Хорошо, что вулкан с вот этой лавой перемещается и по диагонали. И таким образом перемещается отсюда. Раз, два, три. Вот здесь у нас будет первобытный костер рядом с этим озером. И вот эти озера уже, да, уже освещаются двумя первобытными кострами. Куда расположим Жо? Ну, вижу здесь ресурсы. Давай повыше. Добавим сюда повыше, чтобы в следующий раз Жо первой выбирала какой-то ландшафт. Что будет делать Зе? Зе, так... У Зе тут вот так, что ли? Или вот так? Давай вот так разместим. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь будет раз, два, три, четыре, пять. Все хорошо, у Зе. Так, есть два ресурса. Можем уже приобрести... Вернее, как приобрести? Нанять на службу вот этого громилу. Можем это сделать. Можем. И очень хочется это сделать. Да, давай мы возьмем, уберем эти ресурсы. Два разных ресурса. И громилу заберем себе. Да, охотники приносят победные очки своеобразно. Вот сюда мы его разместим. Вот сюда. Пускай здесь будет у нас громила охотник. Ну, а что касается, где его размещать, ну, давай разместим вот здесь. Пускай вот эти джунгли принесут нам еще и вот такой гриб. Что касается ро, то ро... Да, конечно же, теперь у нас все внимание к вот этому охотнику. Вот так мы размещаем этот тайл. И этот охотник уже приносит три, 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 девять победных очков. Ну, а что касается вот этого первобытного пламени, то перемещается раз, два, три вот сюда это пламя и освещает вот этот карьер. Ну, и, конечно же, Ро говорит, мне вы не оставили выбора. Я размещаюсь вот здесь рядом. Да, обратите внимание, это уже два первобытных пламени. Но посмотрим, что там еще интересного будет в самое ближайшее историческое время. Четыре, тринадцать, двадцать два и сорок семь. Переворачиваем и посмотрим, какие ресурсы лежат на этих ландшафтах. Вот здесь мамонт рядом с саблезубами. Здесь аж целых два мамонта, и такое мы уже видели. Это приятное размещение мамонтов. А вот здесь и кремень, и мамонт. Хорошо, а здесь хоть и нет никаких ресурсов, зато полно первобытных костров. Ну, давай же, размещай ландшафт. Но перед этим не забудем выложить еще, еще одну воятельницу, которая принесет нам пять победных очков за каждый кремень на восьми участках вокруг себя. Еще в желтом сарафане присоединяет, наверное, вот так. Вот, да, вот так. Присоединяет джунгли к джунглям. А вот здесь будут, наверное, пустыня к пустыне. Или джунгли пойдут в эту сторону. Не знаю, может быть, может быть, все-таки вот так расположить. Да, давай, все-таки так. Оно будет интереснее. Правда, здесь вулкан. Ну, ничего страшного. Давай, гриб один есть. Хорошо. Рыбы только нет. Ну, и теперь давай посмотрим, что здесь. Ну, мы видим здесь и пустыню, и мамонта. Но что нам здесь необходимо? Пустыня? Пустыня необходима, конечно же. Да еще и с мамонтом. Может быть, вот сюда как раз пойдет пустыня эта. Либо мы возьмем и вот эти джунгли, да? Джунгли, но без всяких ресурсов. Понимаешь, а нужны ведь ресурсы, да? Ресурсы нужны. Ну, ладно. Давай брать мамонтов. Хотя зачем нам столько мамонтов? Давай вот этого мамонта возьмем, потом посмотрим. Если будут в следующем раунде рыбы, мы возьмем ландшафт с рыбой. Ну, а здесь изе. Изе. Так, у тебя тут громила, да? Пустыня. Вот, джунгли. Вижу. Давай-ка мы расположим. Так, если вот так расположить, а если вот так, давай вот так расположим, вот так расположим. Отлично. Вот как раз раз, два, три, четыре, пять. Это максимум высоты этого королевства. И вот ширина тоже максимум. Что будем делать? Куда располагать? Так, давай, вот я вижу джунгли. Да, вот это, знаешь почему? Этот тайл очень хорошо будет смотреться вот здесь. Здесь у нас джунгли, а здесь, да, а здесь карьер. И вот они, как раз этот тайл вот сюда, как лежит, так сюда и ляжет. Ну, а что касается сии, он говорит так, цепь, 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 цепь. Почему-то так вот все первобытные люди подзывают к себе вот этих мамонтов. Ну, и теперь после этого, может быть, все-таки имеет смысл пригласить к себе кого-нибудь, кого-нибудь. Да, наверное, все-таки вот эту повелительницу огня, да, возьмем, знаешь, за какой ресурс? Мы возьмем вот этот ресурс, возьмем, наверное, вот этот ресурс, это два разных ресурса, сбросили. И вот сюда мы разместили повелительницу огня. Да, за каждый вот такой костер, а тут их, смотри, раз, два, три уже, да, она получит по одному пятничку. Таким образом, три победных очка уже есть, но посмотрим, что ты еще придумаешь. Может быть, может быть, давай вот такой карьер тут еще есть, да, и все-таки нет, все-таки давай, давай возьмем побольше мы мамонтов себе. Ну и ро, 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 ро. У тебя здесь есть вот такой жетон ко-ко-ко-ко-костра. И посмотрим так, куда нам этот гриб? Куда нам этот гриб? Давай-ка мы вот так расположим, да? Или вот так мы расположим, как мы расположим? Ну, к стартовой площадке можешь что угодно примыкать, к стартовой вот здесь. Давай вот так, и отсюда выльется лава. Значит, раз, два. Вот таким образом здесь у нас уже горят два первобытных. Ну и ро, тебе остается только вот сюда разместить своего вождя. Давай сразу обновим, что у нас здесь. О, это у нас кто такой? Это художник, приносит два очка за каждый ресурс любого типа на восьми участках вокруг себя. Ну а теперь... О, ландшафтов становится все меньше. Ландшафтов становится все меньше, и поэтому игра сейчас будет ускоряться. И мы не успеем... Вот успеете моргнуть. Ха, не успеете моргнуть, и закончится эта игра. Здесь две рыбины. Вот о чем говорили мы. Да, помнишь, Жо? Да, вот смотри, какой тебе ландшафт с двумя озерами. А здесь и рыба, и гриб. Вот здесь, правда, один кремень. А вот здесь есть рыба и вулкан. Ну, в общем, ты думай, Жо, какой ландшафт выбирать после того, как ты присоединишь вот этот к своему лоскутному королевству. Жо берет пустыню и луга и присоединяет... Куда же тебя присоединить? Ну, наверное, вот так присоединит. Вот так. В надежде, что... Раз, два, три, четыре. Здесь еще у нас будет какой-нибудь лук. Ну, и теперь, помнишь, да, про рыбачку? И вот здесь, и здесь... Раз, два, три, четыре, пять. Подождите, подождите, подождите. А как же так? Как же так? Раз, два. Может быть, все-таки... Да нет. Будем. Расположили так. Значит, расположили. И теперь мы берем вот эти две рыбины. Но уже в следующем раунде. Си. Си очень рад. Си очень-очень рад. Он присоединяет вот так этот ландшафт. И здесь у него, да, как понимаешь, здесь так и просится охотник сюда. Но не хватает еще одного ресурса для разнообразия. И мы его обязательно присоединим. Давай для разнообразия. Вот, я вижу. Неплохой, да? Тут есть и гриб, и рыба. В следующий раз. Так, ро. Ро. Что тебе тут? Так. Что тебе? Вот так, что ли, присоединить? Вот так у тебя будет, смотри, и кремень здесь. И вот здесь вот пойдет лук. Ну, а может быть... Считаем клетки. Раз, два, три, четыре. Да, здесь пятая клетка. Может быть, вот так сразу. А, смотри. Может быть, и так. Почему нет? Нет, давай. Не-не-не-не-не-не-не. Хочется ведь, чтобы вокруг этого было побольше. А как это сделать? Как ему сюда? Да никак. А, вот, подожди. Вот так можно. Вот, смотри. Можно присоединить вот так. Здесь лук продолжается, да? Лугом. Ну, а почему нет? Давай так. Так, потому что все-таки вот этот охотник принесет. Смотри тогда. Три, 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 три. Уже двенадцать победных очков только вот этот охотник. Да. Так что имеет смысл вот так разместить. И Ро. Так, Ро. Давай вот сюда как раз. Ну, молодец. Да. Вот этот карьер сюда присоединим. И он будет освещен пламенем первобытного костра. И Зе. Зе, да. Ты видишь здесь, как мы и планировали вот так разместить. И здесь сколько принесет победных очков вот только вот этот карьер. Посмотри. Раз, два, три. Это три клетки, да? Умноженное на раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать победных очков. Не хотите? Ну, и, конечно, только выбор невелик. Вот так. Никто, никто сегодня не сходил в эту пещеру, никого не взял. Хотя могли бы. Но, может быть, в этом раунде возьмут кого-то из пещеры. Семнадцать, двадцать девять, тридцать три, сорок два. Посмотрим. Самый дорогой. О, здесь у нас кто-то пытается поймать вот эту рыбу. Кто-то сказал ему, говорит, здесь есть рыба. А здесь что? А здесь есть. Гриб. Правда, один. Вот здесь ничего нет, кроме вот такого пламени. Ну и, наконец, ох, сколько грибов в этих джунглях. Сколько грибов. Ну и, Жо, тебе решать, что делать с этим ландшафтом. Жо берет вот эти два озера и присоединяет вот так к рыбачке. Теперь, видишь, эта рыбачка довольна, потому что уже девять победных очков принесла она в копилку этого лоскутного королевства. И вот сюда неплохо присоединить джунгли с грибами. Вот с этими грибами. И Жо опять говорит, я в следующий раз буду первый выбирать, и, может быть, там тоже будут рыбные места. Посмотрим, что у Си. Так, Си. Тебе бы уже неплохо. Так, давай смотреть. Так, здесь озера. Вижу джунгли. Может быть, вот так мы и присоединим. И теперь пора взять. Понимаешь, если бы было раз, два, три. Если бы еще кремень был, мы могли бы взять вот эту стопку, перевернуть, выбрать себе там какого-нибудь охотника, да, который приносит три очка за каждого мамонта. И быть давно у нас нет пока. Мы можем только вот этого нанять. Вот этого. Что мы и сделаем. Это у нас художник. Этот художник мы возьмем, знаешь, как возьмем, так, вот этого и вот эту рыбу. Возьмем, вот сбросим два ресурса. И вот сюда расположим художника. Он принесет по два победных очка за любой ресурс, который на этих восьми клетках. Ну, пока два, четыре, шесть. Шесть пока что победных очков вот приносит такая наскальная. Да, не очень хорошо продается пока такая наскальная живопись. Но хотя бы за такие победные очки. Куда будет размещать? Давай смотреть. Давай-ка мы вот сюда вот разместим. Да, будет неплохо смотреться. Так, теперь, что касается ро. Ну, ну, ро, 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 ро. Вот так, что ли? Ну, конечно, так, да. Потому что вот пламя этого первого этого костра будет освещать вот эти клетки. И посмотри, здесь уже есть кремень. Кремень и мамонты. Мамонты приносят много победных очков. Кремень. Кстати говоря, посмотри, видишь, вот эта воятельница аж пять победных очков за каждый кремень приносит. Поэтому, если разместить вот здесь, да, точно, вот здесь, мы потом разместим эту воятельницу, то посмотри, сколько победных очков она принесет. Да, придется этим мамонтом пожертвовать, да. И этот недополучит свои победные очки. Но зато пятнадцать победных очков принесет воятельница. Да, что ты будешь делать? Давай какой-нибудь нам нужен ресурс. Вот такой нам нужен ресурс. Только для того, чтобы мы приобрели, да, воятельницу. Если до этого никто не приобретет ее до нас. Кто это был? Это кто у нас? Зе! Вот ты где! Вот Зе! Так, рыбу вижу. Вулкан вижу. Вулкан, значит, мы берем вот такой вот, вот такой вот костер от лавы, который двигается на три. Куда мы его будем размещать? Так. Куда? Давай, может быть, как-нибудь, как-нибудь хитренько так. Знаешь, хитренько вот так вулкан к вулкану. Вот так, может быть, присоединим. И куда пойдет? Куда пойдет? Может быть, раз, два, три? Да, давай вот так и сделаем, да. Давай вот так вот, смотри. Раз, два, три. Вот сюда. Увеличиваем мы значимость этого карьера. И остается только вот сюда разместить и дополнить, кого тут мы дополним. О, здесь еще одна рыбачка. Это мы уже видели. А что касается новых четырех тайлов, давай смотреть. Два. Семь. Восемнадцать. И тридцать два. Начнем с самого дорогого. Во. Здесь мы видим рыбу. Здесь мы видим гриб. Даже не один, а целых два. Вот на этом ландшафте есть рыба. А здесь? А здесь кактус. И пустыня. Но что касается пустыни, не знаю. Жо выбирает первый. Куда присоединить джунгли с грибами? Давай, присоединяй уже быстрее вот эти грибы сюда, конечно же. Вот. Вот какая джунглевая такая заросль грибов. И куда разместим? Так, здесь рыбачка. Давай-ка мы, может быть, сюда. Вот что-нибудь. Хотя нет. Давай-ка мы вот сюда разместим. Нам рыба нужна будет. Может быть, у нас будет две рыбачки. Ну, давай сначала зе. Зе. Вот тебе ландшафт. Вот тебе на три сейчас нужно будет куда-то определить этот костер. Но, может быть... Так, здесь уже все хорошо. Может быть, неплохо было бы сюда положить. Но здесь... А, здесь, видишь, а здесь гриб. Если сюда положить один костер, он будет... Да, он будет... Этот гриб уничтожен. Поэтому, давай смотреть. Если мы расположим, ну, как-нибудь вот так. Да, вот так расположим. То получится... Да, получится хорошо. Смотри, как получится. У нас отсюда вытекает. И получается раз, два, три. Вот сюда. А сюда уж мы что-нибудь оформим. Главное, что вот здесь соединяются ландшафты. Давай посмотрим, что нам необходимо. Необходимо еще нанять какую-нибудь воина. Неплохо бы вот эту амазонку. Но у нас нет совсем... Хотя нет, есть. Вот два ресурса. Мы сейчас это сбрасываем. Раз. А, зачем? Подожди, подожди. У нас здесь еще не присоединился никто. Вот как только присоединится... В общем, Орда работает вместе. Знаешь, когда они стоят рядышком. Так сказать, перпендикулярно. Поэтому пока эти два ресурса мы бережем. Для того, чтобы эта амазонка пришла в нашу Орду. Ну, и что мы тут возьмем? Давай возьмем вот эту... Да, неплохо. Да, смотри. Оп. Возьмем вот такие джунгли, которые здесь неплохо будут смотреться. Тем более здесь джунгли с таким количеством пербовытных огней, что закачаешься. Си. Си. Вот тебе. Си. Си, си, си. Вот так. Да, хорошо. Смотри, как хорошо. Да. Присоединяем. И здесь у нас вот этот художник уже приносит 2, 4, 6, 8 победных очков. Замечательно. А теперь, может быть, кого-нибудь наймет. Наймет. Так, давай пустыня. Ну, что нам даст пустыня? Давай хотя бы вот это. Хотя пустыня может что-то дать. Знаешь почему? Ну, первым будем в следующий раз выбирать себе ландшафт. Да, пустыню разместим здесь. Вот где-нибудь. Да? Разместим ее здесь. А потом выберем себе. Ух! Самый лучший ландшафт. Ро. У тебя есть рыба. И вулкан. Причем, видишь, вулкан вот такой распространяется на 2 клетки. Ну, как тебя? Как тебе расположить? Давай мы тебя расположим как-нибудь вот так. И на 2 клетки. Что у тебя такое? Что такое? Да тут все тебе нужно. Все. Смотри, как все. Все-все нужно. И хотелось бы... Видишь, куда не расположи. А можно располагать только так, чтобы прилегал вулкан к вулкану. Потому что все остальные... Видишь, у нас стартовые. Либо вот так. Мы, кстати, можем вот так расположить. Вот так. Но давай подумаем, куда будет выливаться вот это. Ну, куда? Вот в те джунгли и будет выливаться. Да, смотри. Раз, два. Вот сюда выливается эта лава. И что происходит? Да, гриб приготовлен. Гриб вот в этой истории. Ну, а теперь, да, мы же хотели сюда. Мы хотели сюда ваятельницу. Поэтому мы сбрасываем вот этого мамонта. И сбрасываем вот эту рыбу. Сбросили. И тут же ваятельница вот здесь будет размещена. И принесет она за каждый кремень вокруг себя по пять победных очков. Ну, а теперь что будем? Давай-ка мы куда-нибудь... Так, куда? Вот сюда, Тонь. Только мы можем расположить. Потому что больше выбирать мы не можем. И так открывается еще... О, это кто такой? Это шаман. Он приносит вам два очка за каждый тайл кроманьонца на восьми участках вокруг себя. Это мы посмотрим, надо ли нам такого кроманьонца. Один, двадцать три, двадцать семь и сорок один. Перевернем и посмотрим, что здесь. Вот он, первый участок и пустыня. А здесь есть у нас кремень и один гриб. Следующий участок никакими ресурсами не располагает. Но зато вот здесь не зря стоят вот эти пять удочек. Ждут, когда вот такая рыба попадет к ним на крючок. Первым Си будет выбирать. Ну, сначала располагать вот этот тайл. А потом выбирать, какой тайл займет он. Ой, какой теплый участочек. Какой теплый участочек, на котором хорошо растут кактусы. Вот так присоединяем. И теперь смотрим. Да, нам можно, кстати, потратить... А почему нет? Давай потратим вот этот и этот ресурс. Вот, сбросим. Чтобы нанять шамана. Да, шаман пойдет прямо вот сюда, будет здесь стоять. И смотри, вокруг него уже два вот таких вот... Одна повелительница огня. И здесь художник принесет два-четыре победных очка. Так, и теперь смотрим, что брать. Ну, давай возьмет вот такой вот. Почему нет? Здесь джунгли. Кремень. Разные ресурсы. Еще кого-нибудь наймем. Наймем и вот сюда вот к шаману присоединим. Пускай приносят победные очки. Жжо. Жжо. Так, вот теперь смотри. Жжо сейчас обязательно будет нанимать еще одну рыбачку. И можно вот так вот расположить. Да, вот так расположить. А можно, можно расположить вот так. Сейчас, сейчас подумаю. Если вот так расположить. Вот так. То... Нет, к сожалению. К сожалению, придется вот так расположить. Чтобы... Чтобы потратить тут же два ресурса. Ну, давай вот этот раз. Два. Два ресурса потратили. И мы нанимаем вот такую рыбачку. Сюда ставим. И посмотри. Три, три, три. Вот эти три рыбины еще и ей приносят победные очки. И здесь три очка. То есть, получается, здесь девять и здесь девять. Восемнадцать уже есть. Но и куда жжо? Жжо, куда тебя? Куда? Куда тебе? Да где больше рыбы? Туда и меня. Вот так. Что касается зе. Зе оправдывает свое зеленое... Зеленое, зеленое, зеленое одеяние. Может быть, сюда вот так вот присоединим. Или вот сюда. Давай сюда присоединим. И посмотрим, есть... Да, есть у нас. Вот давай вот такое возьмем гриб и рыбу. Сбросим. И возьмем вот такую амазонку. Рядышком сюда расположим. Отлично уже. Смотри, какая орда. И куда тебя? Ну, давай вот сюда, что ли. Или... Ну, да. Вот сюда. А что касается... Ро. Ро сейчас присоединит. Так, где луга? Вот так я вижу луга. Ну, а там, кстати, луга и рыба. Ну, ладно. Кстати говоря, имеет смысл вот так присоединить. Знаешь почему? Потому что вот эти луга тогда получат... Да. Тогда получат три победных очка хотя бы. Ну, и теперь смотрим. Так, здесь у нас есть рыба. Здесь у нас есть рыба. Но мало пока что. Мало. И занимаем вот эту пустыню. И пополняем. Здесь у нас охотничек. Здесь есть... Вернее, это воин. Охотник. И вот он художник. А теперь возьмем... Предпоследний раз возьмем вот такие тайлы. Три. Тридцать. Тридцать пять. И сорок. Три. Разместим их вот таким образом. И давай расположим здесь ресурсы. Здесь одного мамонта. Здесь один кремень. А вот здесь один гриб. Все. Ро, выбирай, куда размещать ландшафт. Мау. 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 Дело в том, что Ро выбрал вот такой участок пустыни, который никуда не присоединить. Да. Потому что вот он стартовый тайл, к которому можно присоединить было пустыню. А теперь этот тайл придется просто сбросить. И... Ну, Ро теперь-то выбери нормально. Вот сюда вот. Я выбираю. Потому что джунгли вот сюда присоединятся. А тут вулкан еще будет. И вот здесь вот у нас вытечет лава прям непосредственно к этому озеру. Но что будет делать Си? Си. Так. Давай посмотрим. Я вижу, что можно присоединить вот так. Вот так. А там видишь, еще стартовый есть тайл. Можно присоединить и эдак. Можно так, можно эдак. Но давай присоединим вот так. И тут же, да, давай смотреть. Мы возьмем вот этот, наверное, вот этот и этот ресурс. Сбросим, чтобы нанять кого-нибудь. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Мамонтов. Вот, кстати, вот это художник. Да. Он, нет, лучше вот этот любитель охотится на мамонтов. И мы расположим его. Знаешь, вот здесь хорошо бы расположить. Тогда шаман бы был бы доволен. Но здесь мы не можем, потому что есть костер. Здесь ресурсы. И вот здесь расположим. Всего лишь три победных очка. Но, тем не менее, три победных очка. Может быть, может быть, вот здесь еще будет мамонт. Есть еще мамонт. Вот, я вижу мамонта. И значит, побольше победных очков будет. Потому что вот он, лук. Мы присоединим его сюда. И охотник будет доволен тем, что мамонтов рядом больше, чем он ожидал. Что касается Зе. Так, Зе. Можешь присоединить вот так? Вот так. И как же мы будем надеяться на вулкан? Если вот сюда вулкан присоединить, то вот сюда-то, может быть, и что-нибудь дойдет до этого вулкана. Ну, а пока что... А пока что, видишь, у него грибы есть. Нам бы еще один какой-нибудь ресурс, чтобы вот на это место положить еще одного вояку. Вот какого-нибудь вот такого. Но это будет в следующий раз, я очень надеюсь. Поэтому ресурс, вот смотри, какой ресурс есть. Возьмем его. И тут же потом этого воинствующего, вот этого, как бы его назвать такого? Вообще-то их называют «Четыре низкорослых воина с маленьким копьем с силой один». Так называет автор их. Но мы будем называть их просто «Бородач». Бородач с маленьким копьем. И вот как раз-таки «Жо» так разместит. Куда же разместить? Куда же разместить? Так, чтобы... Ну, может быть... Ну, вот так тоже неплохо было бы, да? Вот так разместить, чтобы вот эта рыба принесла побед, нанечки, и вот этой рыбачки. Ну и давай... Да, осталось только пустыня. Ну, ничего, пустыня тоже неплохо. Теперь мы обновим. Да, видишь, немного осталось обновим. Кто здесь у нас? Здесь еще один «Бородач» и четыре финальных тайла. Пять, пятнадцать, тридцать девять, сорок пять. Посмотрим, что там на сорок пятом тайле. Здесь у нас виден один кремень. На этом у нас виден мамонт. Хорошо. Пока что отдыхай. А здесь две рыбы. Как хорошо будут смотреться они в лоскутном королевстве «Жо». Ну, а здесь только один мамонт. И посмотри, «Жо», как тебе повезло. Вот сюда вот, да, присоединяешь сейчас вот этот, я имею в виду, ландшафт. И будет все еще лучше. Ну, а теперь соберись. Вернее, все соберитесь. И начнем. «Жо» сначала берет вот эту пустыню. Да, прикладывает ее сюда. К сожалению, эта пустыня не приносит никаких победных очков. Потому что здесь, несмотря на то, что это, конечно же, очень жаркое место, здесь нет ни одного первобытного костра. Но зато вот здесь, да, вот здесь, есть две рыбы, которые будут смотреться неплохо вот в этом самом месте. Теперь дальше. Кто у нас тут? «Си». «Си», как и планировал, вот сюда расположит, да, вот этого мамонта. Хорошо, так, есть гриб, есть гриб. Вот этот, кстати, вот, этот мамонт приносит два победных очка вот этому художнику. Но если мы сейчас возьмем, потратим эти, эти два ресурса, может быть, мы еще кого-нибудь... Тут, кстати, есть «Повелительница огня». Смотри, если мы расположим ее где-нибудь вот сюда. Но тут не очень, видишь, два всего лишь здесь. Здесь два победных очка. Согласен, не очень много, да, не очень. Так, и художник. Художник, ну, то же самое, к сожалению. Но мы все равно это будем делать. Мы все равно возьмем, вот так два ресурса сбросим. И возьмем, ну что, вот этого художника. Расположим здесь, и он принесет два победных очка вот этому шаману, да. Шамана окружают хорошие люди в племени. И давай смотреть, куда расположить. Да куда угодно. Да куда мы не расположим все, знаешь. Ну, давай вот вулкан вот этот вот возьмем и заберем, чтобы не достался никому. Потому что уже синий сможет присоединить. Видишь, вот эти два пустых квадрата не позволят расположить там вот любой из этих тайлов. Теперь, что касается зе. Зе, зе, зе. Я вижу, вижу, может быть, вот так, да. Вот так мы расположим здесь озера. Ну, и давай смотреть, да. Мы берем вот эти раз-два, два разных ресурса. И берем вот этого бородача ворду. Вот сюда вот. Видишь, как, смотри, как один, два, три выстроились просто по ранжиру. И теперь, ну, какой возьмем, если мы возьмем вот такой, вот такой, у нас мы его сюда, да, мы можем, да, отлично. Наверное, все-таки его, потому что вот отсюда мы что сделаем? Раз, два, три. Да, куда-нибудь вот сюда отправим огонечек. Ну, и, наконец, ро. Ро, что тебе? Ну, вот сюда, да, мы же так и хотели. Мы хотели вот так расположить. А вот здесь у нас вот такой двойной огонек. Насколько он перемещается на раз-два? Раз, два. Вот сюда вот огонек. Ну, и финальный, да, как ты понимаешь, вот сюда вот тайл располагается ро. Ро, обновляем, да, обновляем. И вот, кстати, впервые за игру мы увидели вот эту собирательницу. Она приносит четыре очка за каждый гриб на восьми участках вокруг себя. Но кто возьмет этот гриб? Давай посмотрим. Сначала ро расположат вот так, да, чтобы лук переходил в лук. И посмотрим, что можно сделать. Вот я вижу рыбу. Вот вместе с этим, да, с вот этим мамонтом сбрасывают, чтобы взять. Внимание, давай возьмем кого-нибудь, кого тут можно взять. Так, ну, собирательницу не имеет смысла. Кремень, кремень, кремень. Если кремень, посмотри, куда же можно расположить? Если вот... А, нет, мы не можем, потому что здесь есть деревянный ресурс в виде этого кремня. Давай возьмем повелительницу. Да, повелительницу огня. И где тут побольше этого огня? Ну, наверное, вот здесь. Вот здесь. О, вот здесь хорошо. Потому что здесь раз-два и здесь еще три. Три победных очка. Но все, ро. Пока начинаю уже подсчитывать победные очки. А вот жо, жо сейчас этим займется. Вот сюда присоединяет. И берет вот эту рыбу и вот этот гриб сбрасывает, чтобы пригласить собирательницу. Собирательница, собери вот этот гриб и принеси четыре победных очка. Ро. Жо закончила выступать в этом периоде. Здесь у нас Зе вместе с мамонтом. И куда ж тебя расположить? Куда ж тебя расположить? Ну, давай вот как-нибудь... А, подожди, тут есть еще вулкан. Мы сейчас вот так расположим. Вот так вулкан. И нам нужно будет аж на три клетки переместить. Можно сюда переместить. А можно сюда переместить. Вот так, смотри. Раз, два, три. Как не перемещай, все хорошо. Ну, а теперь давай смотреть. У нас ресурс... Да, у нас только один мамонт и гриб. Мы сейчас возьмем их сбросим, чтобы тут же... Так, 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 тут же взять... Ну, кого? Собирательницы нет. Ну, тогда вот этого взять и куда-нибудь... Да, сюда, видишь, не можно. Здесь у нас везде огонь. Поэтому куда-нибудь вот сюда его и расположим. Такой вот одинокий бородач. С копьем. Все. Зе тоже завершил выступление в этом сезоне. И, наконец, Си. Си не может расположить вот этот тайл. Потому что если он расположит его вот так к стартовой площадке, то раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это уже будет шесть квадратов. А можно максимум только пять. Поэтому выкидываем этот квадрат. И Си, не падай. Си, ты тоже сейчас начнешь подсчитывать победные очки. Ну, а пока что можно взлететь. Можно взлететь над всеми лоскутными королевствами. И уже сейчас предположить, как ты думаешь, кто победит? Си, Зе, Ро или Жо? Ну, а сейчас проверим твою интенсию. Начнем подсчитывать победные очки. Си готов получить четыре победных очка за пустыню. Потому что раз, два, три, четыре квадрата, умноженное на один первобытный костер, это четыре. А вот эти пустынные квадраты не приносят ничего. Итак, у нас четыре победных очка. Во! Вот за луга Си получит нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, умноженное на раз, два. Это получается шестнадцать. Давай шестнадцать победных сюда запишем. За что еще будем получать? Ну, конечно же, за озера. Раз, два, три, четыре, умноженное на раз, два, восемь. Вот сюда восьмерочку. Джунгли раз, два, умноженное на ноль, ноль. И здесь тоже ноль прочерк. Также карьер прочерк, потому что здесь нет никакого первобытного огня. Здесь мы ставим прочерк, потому что ресурсы не приносят никаких победных очков, как это было в режиме тотемов. Ну, а теперь кроманьонцы. У нас здесь есть вот такой охотничек. И он приносит три очка за каждого мамонта на восьми участках вокруг себя. Вот вокруг него здесь есть один и второй мамонт. Это получается шесть победных очков. Давай сюда и запишем эту шестерку. Рыбачки-собирательницы нет. Вот этой у нас воятельницы тоже нет. Зато есть у нас вот этот художник. Давай посмотрим. Вот этот художник ничего не приносит, потому что вокруг него нет ресурсов. А вот этот приносит два победных очка за этого мамонта. Давай сюда. Два победных очка. Повелительница огня. Вот она, Повелительница. Приносит одно очко за каждый значок костра на восьми участках вокруг себя. Здесь у нас есть раз, два, три. Всего лишь три. Но тоже в общую копилку. Ну и, наконец, шаман. Довольный, довольный. Потому что шаман приносит два очка за каждый тайл кроманьонца на восьми участках вокруг себя. Это значит два, четыре, шесть. Шесть победных очков. Есть. Но и непредставленные у нас воины. Да. На этом участке воинов не было. Они есть только у Зе. Вот, полюбуйтесь, сколько у него воинов. Ну, а Си? Да. Как вы думаете, сколько заработал Си? Си? Да, кстати, еще есть вот это десять и пять. Пять. Это у нас специальные, да. Это у нас империя огня. Добавьте десять бонусных очков, если ваша хижина находится в центре территории. А у нас нет, не в центре. Поэтому сразу вычеркнем себе десяточку. А вот эта пятерка, это если, что там, человек умелый, получите пять бонусных очков. Если вы построили территорию пять на пять квадратов, вам не пришлось откладывать прямоугольные участки в сторону. Но, как вы понимаете, это тоже просит. Потому что вот эти две, эти, эти два участка не заполнены. И, таким образом, Си за этот сезон заработал сорок пять победных очков. Интересно, чем ответит, внимание, Зе. Зе за пустыню, вот эту, получает раз-два умножить на один, два. Вот здесь у нас один на один, один. Получается, два и один. Это у нас три. И здесь ноль. Получается, три победных очка за пустыню Зе заработал. Что касается лугов, вот этот луг ничего не приносит. Вот этот, да, морозный такой холодный участок раз-два на один. Два победных очка, сюда два. И джунгли, наверное, нет, больше всего принесет вот этот карьер. А джунгли раз-два-три-четыре-пять-шесть умноженное на раз-два-три. Восемнадцать победных. Это еще не все. Джунгли, ух, готовьтесь, готовьтесь. Раз-два-три-четыре умноженное на раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-двадцать-восемь победных очков. Вот здесь этот карьер не приносит ничего, потому что нет костров. Да, неплохо мы, неплохо Зе обеспечили очками. Здесь ничего. Ну и, наконец, начнем. Да, здесь только вот такие вот воины есть. И они по-особому получают победные очки. Орда приносит количество победных очков, равное количеству воинов, умноженное на общую силу Орды. Но давай смотреть. У нас здесь три воина. Раз-два-три. Умноженное на, внимание, три-четыре-пять-шесть. Три на шесть-восемнадцать. То есть, получается, где у нас тут, вот она, восемнадцать. Но еще плюс. Плюс, потому что вот здесь у нас, у нас один войн с силой один. Плюс один. Таким образом, как бы девятнадцать. Плюс один. Вот они. Восемнадцать. Плюс один. Это все? Нет, еще не все. Давай получим мы десяточку за империю огня. Потому что у нас, видишь, в центре стоит хижина. Так что здесь десять. И здесь пять. Да, потому что у нас умелые руки. У этого человека умелого. Заполнены все клетки этого лоскутного королевства. Итак, Зе заработал, как ты думаешь, больше, чем Си? Давай проверим. Зе заработал восемьдесят пять победных очков. Интересно. Ро. Ро заработает хотя бы восемьдесят шесть. Но начнем. Сначала с пустыни. Пустыня ноль. Давайте сразу поставим здесь прочерк. Что касается лугов. Итак, луга раз-два-три умноженная на раз-два. Это шесть победных очков. Да, шесть. И здесь луга раз-два-три умножить на один. Это три. Таким образом, шесть плюс три. Всего девять победных очков за луга. Есть у нас... Да, озера есть. Один на два. Два. И здесь... Ну, что ты будешь делать? Здесь ноль. Давай два победных очка. Пока туговато набираем мы победные очки. Может быть, джунгли помогут нам набрать победные очки. Итак, давай смотреть. Так, значит, это раз-два умножить на два. Это два победных очка. Да, немного. Да, немного. Почему мы не сбросили два ресурса каких-нибудь, да, и не поставили вот эту ваятельницу себе? Ну, куда ее поставить было? Куда? Посмотри. Здесь везде, где кремень, да, везде у нас огонь. Вот здесь огонь, да, здесь огонь. А вот сюда, если поставить ваятельницу, вот сюда, то мы все равно заработаем только пять победных очков. Ну, в общем, а так целых, видишь, пятнадцать. В общем, было принято решение такое. Итак, джунгли всего два победных очка. Не, подожди. Раз-два умножить на два-четыре. Фух. Фух-фух-фух. Почему два? Здесь четыре. Четыре. Да. Чуть не получил меньше, чем надо. Да. А я так понимаю, что вы-то, наверное, уже, говорит, как, какой? Давай четыре. Ты куда тут написал ему двойку? Итак, карьер. Раз-два-три умножить на один. Три. Значит, три плюс. И здесь карьер раз-два умножить на один. Это два. Значит, всего пять победных очков. Здесь, опять-таки, прочерк. Ну, и начнем. Да, что касается вот этой ваятельницы, она получает пять-пять-пять. Пятнадцать победных очков. Давайте ее найдем здесь, дед. И вот она, ваятельница. Пятнадцать победных очков. Что касается вот этого охотника, то он получает, внимание, три-три-три. Ну, ничего. Девять победных очков тоже на вулкане не валяются. И вот здесь у нас повелительница огня. Раз-два-три. Три победных очка. Давайте ей сюда оформим. Вот. Теперь давайте смотреть. Да, в центр лоскутного королевства. Это десять победных очков, вне зависимости от того, заполнено это королевство или нет. А здесь два квадрата не хватает, поэтому пять победных очков не получает Ро. И если вы уже успели сложить все эти цифры, то вы знаете, что Ро заработал в этом сезоне. Пятьдесят семь победных очков. Ну, посмотрим на лоскутное королевство Жо. Очень много рыбы. И рыбачки должны принести нормально так победных очков. Ну, начнем с пустыни. Вот эта пустыня не приносит никаких победных очков, потому что не освещена светом костра. А вот эта, смотри, раз, два, на один, два победных очка. Получили. Луга. Ничего. Видишь, этот луг ничего не принес. Значит, прочерк. А вот озера. Вот тут сейчас что-то будет. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять мы умножаем на два. Восемнадцать победных очков тут же мы получили за эти озера. А джунгли? А джунгли раз, два, три, четыре, умноженное на раз, два, восемь. Уже набирается что-то. Так, следующие у нас джунгли. Вот здесь я вижу джунгли. Один квадрат, умноженное на два. Это всего лишь два. Что касается рыбачек и вот этой вот, так и хочется назвать ее, грибницей. Но почему-то ее все привыкли называть собирательница. Давайте. Собирательница собрала грибов на четыре победных очка. Потому что вот вокруг нее только один гриб. Итак, давай найдем собирательницу. Вот она. Четыре победных ей нарисовали. Ну, а вот эта рыбачка. Смотри, сколько рыбы собирала вокруг себя. Раз, два, три, четыре. Четыре на три. Двенадцать победных очков. Давай, рыбачка, давай. Двенадцать плюс. Вот эта рыбачка. Тоже, посмотри, неплохо так порыбалила. Раз, два, три, четыре. И тоже двенадцать победных очков. Таким образом, получается двенадцать плюс двенадцать. Двадцать четыре победных очка рыбачка заработала. Ну, а теперь, внимание. Давай посмотрим. Да, в центр. В центр. Это значит, десять победных очков здесь есть. И пять тоже есть. Потому что все использованные, да, квадраты. И ни один не был отложен. Итак, смотрим на финальный счет. Жо. Сложим все это вместе. Заработала за этот сезон семьдесят три победных очка. Это значит, что восемьдесят пять у Зе. И именно Зе давайте взлетим над всеми королевствами. И если ваша интуиция подсказала, что вот этот игрок победил, то значит, вы еще и в этом сильны. Ну, а Зе с вот таким вот королевством и такой ордой победил. Давай тебя осыпать ресурсами. Давай тебя возьмем вот так вот кроманьонцами. И вот так вот рядышком тоже осыпем. Это все тебе. Ты сегодня победитель. Все возможные три режима игры Лоскутного королевства истоки мы с вами увидели на этом канале. Это были режим находок, режим тотемов и сегодня режим племен. Какой из режимов вам понравился больше, напишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы это еще не сделали. И поддержать канал так, как можете это делать только вы. Хотите ли, поделитесь этим видео в социальных сетях и будет все еще лучше. А хотите поддержать мощнее этот канал, ссылки в описании, как это сделать. Посмотрите, посмотрите. Может быть, у вас получится поддержать канал так, чтобы мне стало легче снимать следующие настольные видео. С вами был Сергей Анатольевич Ребухин и канал youtube.com слышит про Волга. Подписывайтесь на канал и будет все еще лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!